Революция 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 Дело в том, что он родился в крестьянской семье, но его отцом был Александр Федорович Федоров, депутат Второй Государственной Думы от Казанской губернии. И с детства Петр приобщился к политическим идеям, очень рано начал общественно-политическую деятельность. То есть еще в годы обучения в Казани, в Казанской художественной школе, он распространял на родине революционные прокламации, листовки, литературу. После февральской революции он стал устраивать на родине митинги молодежи с красными флагами, шествием, антицерковными частушками. Что касается его становления как политического деятеля, то оно произошло в Казани. Здесь в Казани он активно посещал вместе со своими друзьями собрания чувашской молодежи, которые организовал Алюнов и Васильев. Это были такие собрания единомышленников, куда приглашали профессору Казанского университета, такие профессора, как Покровский, Смолин и другие, Жузе. Они читали лекции, лекции, посвященные истории чувашского народа. В основном это были лекции, связанные с болгарским прошлым, поскольку болгарское прошлое, оно возвышало, идеализировало, романтизировало, ну и давало такую основу для национальной идентичности чувашской молодежи. И на этих собраниях организовалось общество казанских учащихся, которое затем переросло в вообще российскую организацию, союз учащихся, союз чувашской учащихся молодежи. Тогда же, на фоне всеобщего приподнятого настроения, Максимов Кошкинский увлекся идеей создания чувашского театра. К тому моменту он уже был статистом в Казанском театре, подрабатывал бутафором, нередко к нему присоединялись и друзья по художественной школе. Они идею поддержали, а создание театра было немедленно объявлено на собрании чувашской молодежи, и в первый же день в труппу записались чуть ли не 40 человек. Но к истории театра мы вернемся, а пока о том, какие еще идеи обуревали тогдашнюю молодежь. Это тем более интересно, что Кошкинский скрывал свое участие в революционных событиях, ну или, по крайней мере, старался не афишировать. Наверное, втянул все-таки в политическую жизнь Казани Максима Кошкинского и его друг Петр Александрович Федоров. Они его называли Пьером. Это было такое прозвище, которое дало Петру, учительнице французского языка, казанской художественной школе, за любовь к французскому языку, к своему предмету. Она называла его Мусье Пьер. Вот это Пьер, как бы сказать, так же стали называть его друзья. Так вот, Петр, он активно участвовал в этот период в национальном движении. Известно, что он публиковался в газете «Хабар», он писал стихи, писал политические статьи, собирал деньги на издание этой газеты. Кстати сказать, газета издавалась на средства чувашских предпринимателей, прежде всего Селивановых, ну и на пожертвования, которые собирала вот эта учащаяся молодежь. И Петр был в числе одних из многих. А когда происходит раскол в Чувашской партии эсеров, он присоединяется к левым эсерам, Петр. Левые эсеры организуют Чувашский левый социалистический комитет. Это такая общественно-политическая организация, которая претендовала на роль идейного руководителя чувашского движения. Из членов ЧЛСК формировались чувашские советские организации, такие как комиссариат по чувашским делам, Приказанском губернанском совете, ну и многие другие. Так вот, вступил туда, в этот ЧЛСК, вступил Петр и записал, как признавался потом на допросах Максима Кошкинского, записал Максима Кошкинского. И вот они стали активными деятелями этой организации. И в марте, 14 марта 1918 года, на заседание ЧЛСК был образован Чувашский комиссариат по делам при Казанском губернанском совете, где оба друга вошли в состав этого органа. То есть это была организация, которая руководила чувашским населением Казанской губернии. Федоров стал заведующим судебным отделом этого комиссариата, а Максимов Кошкинский, тогда он носил фамилию Максимов, без приставки Кошкинский, это его псевдоним сценический, значит, он стал заведующим дошкольным пододелом школьного отдела. То есть почему дошкольным пододелом? Потому что театр воспринимался как орган народного образования, но не основной, а, как бы сказать, он применялся во внешкольном образовании. Правда, поработать Максиму Кошкинскому в этом качестве не довелось. Комиссариат этот был реорганизован из-за неудачной структуры. Он полностью дублировал Губисполком, Казанский губернский исполком. Это вызывало параллелизм в работе, ненужное трение. Поэтому в апреле он был реорганизован, количество отделов сократилось, и Максимов Кошкинский в нем уже не участвовал. А вот Петр Александрович сделал политическую карьеру. Он становится заведующим отделом переводческого и связи. То есть этот отдел занимался тем, что переводил на русский язык и на чувашский язык воззвания, какие-то призывы, решения центральных властей. Он издавал газету «Канаж», значит, он занимался пропагандистской деятельностью, то есть изданием революционной агитационной литературы, ну и так далее. И вот, значит, Федоров работал где-то около месяца, он работал заведующим этим отделом, а затем его ставят на более ответственный пост заведующим агитационно-политическим отделом комиссариата. Это уже как бы более серьезный уровень, это ключевой отдел. Значит, он занимался уже непосредственно вопросами связи с местными организациями, формированием социалистической армии, как тогда называли эсеры, Красную армию, значит, борьбой с контрреволюцией, ну и другими очень серьезными задачами. Творческие молодые люди просто не могли оставаться сторонними наблюдателями, их тянуло в самую гущу событий. Тем более, что ситуация складывалась так, что им пришлось брать на себя ответственность за судьбу идеи. Самые критические моменты для Казани той поры, когда был прорван фронт, и белые приближались к Казани, глава комиссариата Чувашского Александр Дмитриевич Краснов, ну, проявил, будем говорить, молодушие, значит, он взял отпуск по состоянию здоровья и уехал из Казани, а своим исполняющим его должность стал молодой 21-летний Петр Федоров. И он на этом посту, как бы сказать, развернулся во всю свою мощь. Вот есть воспоминания Максима Кошкинского, который пишет о том, что в комиссариате, он зашел в комиссариат, и Петр, он вникал во все дела, он, как бы сказать, отдавал распоряжения, решал дела на ходу. И так получилось, что опять Петр решил в какой-то степени судьбу Кошкинского. Он в тот период комиссариат формировал кадр агитаторов для создания Красной Армии. И Петр уговорил Максима Кошкинского подать заявление в агитаторы. Он послушал его совета, и действительно, в тот же день, 26 июля, это было 1918 года, Петр завизировал его заявление, отдал в управление, в политуправление Восточного фронта. И Максим Кошкинский, вот его судьба изменилась, он двинулся уже по линии политической. Теперь уже не в составе левых эсеров, а в составе Красной Армии. И, как бы сказать, это, наверное, спасло ему жизнь, потому что Петр Федоров, так же, как и другие члены комиссариата, многие, они остались в Казани, когда Казань была взята белыми войсками армии Камуча и белочехами 7 августа 1918 года. И так получилось, что Петр Александрович был убит. Его обстоятельства смерти неизвестны, есть разные версии. По одной версии он был расстрелян белочехами, по другой версии он вступил в армию Камуча и потом погиб при штурме Казани уже частями Красной Армии. Выяснить до конца эту ситуацию пока не удается. Когда комиссар Красной Армии Максимов Кошкинский вернулся с фронта, его друга уже не было в живых. Но память о нем Иаким Степанович верно хранил всю жизнь. Он дружил, во-первых, в 20-е годы он дружил с отцом Петра Александровича, Александром Федоровичем, о котором я говорил, это депутат бывшей Государственной Думы. Он помог, помогал ему, пытался ему помочь, поскольку тот тоже неоднократно арестовался органами карательными за свою эсеровскую прошлую деятельность, пытался ему помогать. А в 50-е годы он неоднократно приезжал уже к потомкам Александра Федоровича, в деревню Старый Урмар, Урмарского района. Любил гостить там. Почему он приезжал? Ну, к сожалению, память у людей такая, что люди не помнят, о чем шли разговоры. Но я думаю, что эти все приезды были связаны с работой его над мемуарами. После 1918 года Максимов Кошкинский от политики отошел, вплотную занявшись своим детищем Чувашским театром. В 1920-м труппа перебралась в Чивоксары, а уже в 1933-м театр получил статус академического. На таком высоком уровне была организована его работа. Одновременно Максимов Кошкинский успел создать и одну из первых национальных киностудий и снять несколько документальных и художественных фильмов. Он был очень ярким, заметным человеком. Его постигла участь большинства удающихся деятелей того времени. В конце 30-х вместе с женой они были арестованы, но спустя два года, к счастью, освобождены. Реабилитации они ждали 15 лет. И в этот период Яким Степанович, конечно же, сделал гораздо меньше, чем мог бы. Казань, несомненно, была крупным политическим центром того времени. Но и в уезды к губернии революционное настроение давали себя знать. О том, как развивались события в 1917 году, рассказывают не только многочисленные монографии, учебники, публикации, но и воспоминания очевидцев. В Государственном архиве современной истории Чуваши хранится целая коллекция документов личного происхождения, собранная у людей, принимавших участие в установлении новой власти на территории современной Чуваши. Всего у нас в нашем Государственном архиве, в составе, получается, партийного архива Чувашского обкома КПСС, представлено где-то более 60 воспоминаний. Вообще, вот эти воспоминания, они, в принципе, были одними из первых документов, которые вошли в состав, образованно, вновь образованно, получается, на тот момент еще партийного архива Чувашского обкома ВКПБ. Вот, там были представлены воспоминания, как по революции 1905-1907 годов, да, революционным событием, также 1917 год воспоминаний и Гражданская война. Вот. Что касается, скажем так, вот, предположим, пространственного и территориального отношения, здесь вот документы у нас, они свидетельствуют о событиях, которые происходили в городе Чуваксары, которые есть, о событиях, которые происходили в Ядринском уезде, в Стеглийском уезде, скажем так, в Аладдарском уезде. На тот момент, естественно, это не территория, территория Чувашии, да, потому что свое, скажем так, территориальную целостность Чувашии получил только в 1920 году. Ну вот, они, то есть это Казанская губерния, Симбирская губерния, в котором в основном жили, получается, жилое чувашское население. А если говорить, например, по языку, который представлен в документах, это в основном 60% это русский язык, где-то 40%, около 40% это язык уже чувашский представлен. Вот, а вот что касается содержательного отношения, то есть, естественно, там, учитывая, что очень большой период прошел с момента написания этих документов, плюс они писались на, скажем так, качество бумаги, качество пишущего материала, не очень были, то есть, вычесть текст и, скажем так, вот, разобрать, провести какой-то анализ. Очень сложно многих документов, но вот в основном те документы, которые по большей части поддаются анализу, они представлены у нас как раз вот по городу Чебоксары, 1970-го года, это у нас вот воспоминания Грассица, одного из, также, получается, активных деятелей революционных событий, это у нас Черняков был, и также есть воспоминания Вальдмана, всего, в принципе, можно сказать, три воспоминания такие основные. Наверное, по содержательной части более интересными показались воспоминания Карла Яновича Грассица, они, как бы, и у них какая-то определенная структура прослеживается по документам, да, то есть, плюс, они написаны, скажем так, понятно, доходчиво обычному обывателю, скажем так, да, и плюс, вот, сам текст сохранился в очень таком удовлетворительном, как бы, моменте, состоянии, чтобы можно было с этими документами ознакомить. Карл Грассис – первый председатель Чебоксарского городского совета рабочих и солдатских депутатов. Латыш по национальности здесь он прожил совсем недолго, но оставил заметный след в нашей истории, отчасти благодаря воспоминаниям. Документы личных происхождений, они как раз позволяют оживить историю, как-то вот дух прочувствовать, атмосферу, вот, ту, во время которой все это, скажем так, события происходили. Далее это, скажем так, понять, например, не просто атмосферу почувствовавого времени, еще понять, как человек сопереживал всему этому, это же тоже, как бы, немаловажный момент, потому что историю-то совершают, как бы, люди. В документах Грассиса сохранились и воспоминания некоего соратника, который описывал события от своего лица, к сожалению, пока не установленного. Примечательное, что человек был либо наделен литературным талантом, либо в процессе записи его впечатления были немного отредактированы. Судите сами. Для ясности мне пришлось взять несколько ярких примеров из французской революции. Толпа слушателей встала на нашу сторону. Правильно, долой. Энацкого, долой. Мы взяли с собой милиционера и направились на квартиру комиссара. Увидя нас, он растерялся. Чем могу служить? Именем народа предлагаю вам отказаться от комиссарства. Товарищи, пойдемте лучше в управу, там все решим. Решайте тут. Берите ручку и бумагу, пишите отречение. Комиссар побледнел и затрясся, как в лихорадке. Взял лист бумаги и с дрожью в руках начал писать под диктовку товарища Грассиса. Когда мы вышли на улицу, Грассис крепко пожал мне руку и пригласил переночевать у него, на что я скоро согласился. Утром разбудила нас хозяйка квартиры. Карл Янович, вставайте. В городе новость какая, спрашиваем. Зинацкий от комиссарства отказался. Речь шла о смещении Леонида Иннацкого, бывшего уездного комиссара временного правительства Чебоксаров. Кроме него в документах фигурируют еще десятки имен людей, ставших вольными или невольными участниками событий столетней давности. Жаль только, что эти документы не пользуются большой популярностью. Что же касается Грассиса, до конца 1920-х годов он поменял немало мест службы, а затем был репрессирован. Имя Даниила Эльмени в Чуваше известно и неизвестно. Вот такой исторический парадокс. Все дело в том, что человек, стоявший у истоков чувашской государственности, был неоднозначной личностью из-за свою не очень долгую жизнь, несколько раз оказывался на обучении истории и вновь возвращался в ряды героев. В 1918 году Даниил Эльмень возглавлял Чувашский отдел при Народном комиссариате национальностей. Даниил Эльмень стал самым первым руководителем Чувашии, революционный комитет по созданию области, который он возглавлял и просуществовал до ноября 1920 года. На первом же съезде Советов Эльмень был избран председателем Чувашского областного исполнительного комитета, уже на постоянной основе. Несмотря на то, что он не получил хорошего образования, из симбирской учительской школы исключен за революционные проявления, природные одаренности и жизненный опыт позволяли ему проявить себя на разных поприщах. Тогда мы уже как бы наметки делали, как отметить 90-летие газеты ХБАР. И тогда я стал систематизировать биографии наших известных деятелей, кто имел отношение к первой Чувашской газете. Я обнаружил с удивлением, что был редактором газеты даже Эльмень, основатель, один из руководителей нашей Чувашской автономии. Потом я узнал, что он был дважды редактором газеты Канаш. Не ХБАР, естественно, Канаша. Первый раз он начал редактировать с октября 1918 года, когда уже Казань был освобожден Красной армией от народной армии Камуча и Чехословаков. И они приступили к созданию новой газеты. Ну как бы возобновили издание на базе той же типографии, того же шрифта под названием Канаш, опять-таки. И он был первым редактором, одновременно руководил Чувашским отделом и редактором. Людей не хватало, потому что в ноябре он уже освобождается от работы. А потом уже после того, как его выслали из Чуваши, помните, в 1922 году, по-моему, если не ошибаюсь, в связи с тем, что обвинили его развязыванием голодом и так далее, и тому подобное, он работал в Алтае. Потом вернулся, его назначили в 1922 году в июне месяце уже еще раз редактором газеты Канаш. Он работал до декабря 1923 года. Вот, собственно, его биографика как редактора. Ну, он, будучи руководителем Чувашской автономии, безусловно, поскольку газета Канаш являлась органом партийным, советским, исполнительных органов, и, естественно, отношение имело все время, поскольку руководил, так сказать, республикой. В 1928 году Эльмень опубликовал статью, в которой дал оценку состоянию народного хозяйства Чуваши и кризисным явлениям, которые отмечались в то время. Он считал, что необходимо перестраивать сельское хозяйство, делать ставку на индустриализацию и поднимать культурный уровень населения республики. С этого момента началась его травля. Бывший секретарь обкома был исключен из партии, подвергнут астракизму. Это очень подорвало его здоровье, и, не дожив до 47 лет, Эльмень умер. Его тело на катере в сопровождении оркестра доставили из дома отдыха Ильинка. Проститься с ним пришли тысячи людей, знавшие его как одного из активнейших создателей Чувашской республики. Однако после этого об Эльмене предпочли забыть, а если вспоминали, то в негативном ключе. Лишь в 1960-х годах его реабилитированные соратники подняли вопрос об увековечении памяти борца за установление советской власти. Но к тому времени могила на старом городском кладбище была утеряна, и тогда на мемориальной аллее на улице Богдана Хмельницкого установили обелиск. А вот памятника Эльменю нет до сих пор. И приближающееся столетие образования Чуваши – хороший повод еще раз оценить роль этого, несомненно, выдающегося человека в нашей истории. А вот теперь самый интересный вопрос. Что объединяет этих людей? Почему все они, несмотря на явные заслуги, подвергались гонениям? В чем провинились перед властью? Дело в том, что чувашские коммунисты, они, ну, процентов, наверное, 99, они все были в прошлом эсерами. Ну, все вы помните, 30-е годы – это не то, что не приветствовалось. Многие они пострадали от политических репрессий. Сидел и Максимов Кошкинский. Сегодня есть, как бы сказать, возможность об этом, может быть, не полностью, но приоткрыть вот эту закрытую страницу его жизни. Как вы догадались, разговор о людях, которые ровно 100 лет назад взялись чертить принципиально новую карту страны, только начинается. О тех, кому обязаны Чуваши своим возникновением, и о тех, чьей след остался в истории лишь по случайности, в следующей программе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!